Рычаг, бросок через плечо, десятки отточенных приемов. В столице региона определились победители и призеры чемпионата и первенства НАУ по вольной борьбе. За медали различной пробы сражались почти 50 атлетов. Это школьники и студенты. Самым юным спортсменам едва исполнилось 7 лет. Впрочем, на площадке они продемонстрировали отнюдь не детскую волю к победе. Совсем юные они впервые через несколько минут проведут свои официальные поединки. Позади упорные тренировки, наставление тренеров и поддержка родителей. Настало время показать себя один на один. Только ты и твой соперник. Те, кто помладше, борются за медали первенства. В буквальном смысле юноши участвуют в чемпионате. Всего 12 весовых категорий. В каждой свои лидеры. Для 7-летнего Тимура Атакишиева турнир дебютный. Одержав победу в двух поединках, он получил свою первую медаль. Золото, конечно, говорит хорошо. Впрочем, серебро тоже неплохо. Эта награда для Тимура – удачный старт в большую спортивную жизнь. Занимаюсь давно. И за меня болеют папа и мама. Многие считают, что вольная борьба – спорт нетравмоопасный. Одно неправильное движение, и вот спортсмену уже требуется помощь медика. Десятки поединков и победители известны. Для некоторых атлетов верхняя ступень пьедестала, как и сам турнир, стала первой. Впереди снова упорные тренировки. Ведь те, кто сегодня не взял золото, обязательно постараются это сделать на следующем турнире. Олег Котензийский, Вадим Стасюк, Телеканал Севера.